За желтыми жилетами вырисовывается заговор генералов Политика Евросоюз и Еврозона 17 февраля 12.08 За желтыми жилетами вырисовывается заговор генералов Российские СМИ активно поддерживают бунтарей, выступающих за отставку Макрона Александр Сивов Комментариев просмотров 5776 На фото, во время акции протеста желтых жилетов в Париже Фото AP slash DAS 14-я суббота протестов во Франции, или, как там это называют, акт 14, прошла при прекрасной погоде, что, безусловно, способствовало успеху Снова были столкновения с полицией, слезоточивый газ, горящие мусорные баки За происходящим наблюдали несколько медицинских команд для эвакуации раненых и множество журналистов всех мастей, которые искали лучший рекурс для съемок Вблизи самого эпицентра происходящего Кое-где виднелись флаги сепаратистских движений Корсики и Британии Это тоже вызов для власти Численность полиции при этом была незначительна Никаких обещанных многих тысяч, якобы брошенных на охрану столицы Похоже, большинство полицейских, под разными предлогами, уклоняются от выполнения тупых приказов министра МВД Кристофа Кастаньера, верного ставленника президента Макрона Вообще, зрелище было странное Вокруг полицейских толпились журналисты, настоящие или липовые, снимающие на смартфоны Их было не меньше, чем правоохранителей Последнее, очевидно, получили строгий приказ Прессу, даже липовую, не трогать и не гонять Медицинские команды в белых халатах, с белым флагом, с красным крестом Могли беспрепятственно эвакуировать раненых или пораженных газом сквозь ряды полицейских Читайте также Драхтнахт Афган Немцы покажут русским, как бить душманов Меркель примеряет мундир германских завоевателей Тут же крутились отдельные протестующие в желтых жилетах Но одиночек, не в толпе, тоже не трогали Сквозь толпу и ряды полицейских пробирались случайные прохожие В том числе и на велосипедах Смысл всех этих перемещений полиции и жандармерии понять было сложно Протестующие прошли всюду, куда стремились И акция закончилась на Елисейских полях С наступлением позднего времени, толпа постепенно разошлась Субботняя акция изнаменовалась новыми интересными моментами Начнем с присутствия, уже в третий или четвертый раз Так называемого черного блока Неформальной и нигде не зарегистрированной анархистской организации Молодые и худощавые ребята, часто спортивного вида Черная или очень темная одежда Лица прикрыты шапочками и балаклавами Или респираторами и очками Часто с маленькими черными рюкзачками Большинство вообще не удосуживаются не одеть желтые жилеты Не даже желтую повязку Вообще говоря, это они бьют витрины и банкоматы Но могут, в зависимости от ситуации, вести себя тихо Прекрасно организованы Что хорошо видно, когда они собираются большими группами И начинают скандировать лозунги Обычно представляются как антифа По слухам, там не только французы, но и приехавшие со всей Европы соратники Европейская интеграция принимает и такие формы В целом состав протестующих изменился Стало больше молодежи, меньше пожилых и женщин Меньше наблюдается и экстравагантных чудаков Любителей флешмобов Атмосфера стала проще и злее Смуглых арабов и негров почти нет Полковник полиции Патрис Риберо Генеральный секретарь профсоюза Полицейские объединенные силы офицеров Один из двух их профсоюзов Правого толка В начале года по Люксембург Заявил, в частности Движение желтых жилетов изменило свой характер Люди стали более организованы Появились группировки крайне левого и крайне правого толка Они не имеют никаких моральных ограничений По отношению к физическому насилию над полицейскими Сейчас возникла атмосфера мятежа Благоприятствующая этому Кроме крайне левых и крайне правых Есть и обычные люди Которые начинают делать вещи Которые они никогда раньше не делали У них находят тесаки Ножи Приспособления Чтобы ранить или убить Опасность социальных сетей Не вовлечение экстремистов Они уже там но в участии просто раздраженных людей И это заставляет нас бояться худшего Они способны на что угодно Интересно, что прямое вещание с улиц бунтующего Парижа ведут RT France Французская ветка телевизионного вещания Ротли Немецкая ветка Информационное агентство Но не один европейский канал Делается все тонко, красиво Особенно профессионально работает RT France Организуя обсуждения с участием французских экспертов То ли Russian Today получила отмашку из Кремля То ли нанятый там французский персонал С удовольствием использует российские ресурсы Стремясь сковырнуть власть своей элиты Читайте также Турция вновь на распутье Покупайте С-400 или европейский ЗРК Генсек НАТО Сталтенберг предложил Эрдогану Действительно хорошую альтернативу российским триумфам А недовольства накопилось много Прежде всего, из-за падения уровня жизни Например, среднемесячный доход французского крестьянина 350 евро Хорошая доярка из белорусского совхоза зарабатывает больше в абсолютных цифрах К тому же имеет оплачиваемый отпуск, массу льгот и низкие цены в магазинах Главное, у нее нет головной боли по поводу возврата кредитов и сбыта продукции Если француз уезжает работать в город То можно, если сильно повезет, устроиться на работу с оплатой в несколько раз больше Даже на неквалифицированные работы сегодня берут только молодых, здоровых и с образованием Но до половины доходов придется платить за жилье Еще цифра Специально для курящих Пачка красного мольбора стоит во Франции ровно у 7 евро Это более 520 рублей Похоже на то, что протесты сами по себе не утихнут Как на то надеются власти, президент Макрон будет свергнут или уйдет самостоятельно Имеет место и глубокое недовольство французскими генералами Эммануилом Макроном Тут и дальнейшее урезание бюджета армии И, особенно, подписание в декабре пакта Маракеш Открывающего дорогу для массированного бесконтрольного переселения во Франции африканцев Судя по некоторым намекам в их интервью Генералитет не прочь руками желтых жилетов скинуть президента выскочку В целом, нынешнее событие во Франции следует рассматривать Как часть общеевропейского процесса медленного, но неизбежного распада Евросоюза Новости Евросоюза Болгарские аня нацисты провели факельное шествие Евросоюз и Еврозона Драхтнахт Афган Немцы покажут русским, как бить душманов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова